Всем привет, меня зовут Ксения и сегодня я расскажу про пирамидальность проекта Stepan, точнее, как я считаю пирамиды это или перспективный проект, откуда они берут деньги и будут ли они выплачивать далее. Поэтому досматривайте это видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного, а свое мнение оставляйте в комментариях. И сразу поставьте лайк этому видосу, потому что стараюсь я для вас. Но сегодня также я решила совместить приятное с полезным и сейчас открою сделочку и буду с вами общаться. Но торгую я сегодня на Форексе у брокера Амаркет, ссылочка будет в описании. По этой ссылочке вы получаете скидки на комиссии. Так, начинаю проводить сразу анализ на одном из своих любимейших просто активов. Так, уменьшим немножечко. И сразу сходу, вот он уровень сопротивления, цена прямо сейчас у него находится, поэтому я не думая открываю сделочку на 3 лота. Так, уровень я считаю шикарный. Веду сначала горизонтальный уровень. Это вот докуда потенциально цена может дойти. И выставляю тейк со стопом. Тейк поставлю выше же, конечно, докуда цена гарантированно практически должна дойти. И стоп выше теней. Так, даже мне кажется, что нужно немножечко стоп потвинуть. Чуть-чуть повыше. В любом случае, я практически на 90% уверена, что цена не дойдет до стопа, что она попрет сейчас вниз. Но будем просто наблюдать. Короче, что мы имеем? Мы имеем проект, который выплачивает более 100% в месяц. 100% в месяц. Это 1200% в год. По факту, можем предположить, что такую доходность может дать только пирамида. Как это так? Вы бегаете и вам за это платят. В принципе, эта мысль имеет место быть. Но давайте теперь немножко рассуждать логично. Binance. Одна из крупнейших просто криптовалютных бирж в мире. Являются ли они мошенниками? Нет. Если бы они были мошенниками, они бы давно уже свои триллионы долларов просто собрали в чемоданчик и улетели куда-нибудь на Мальдивы отдыхать на эти деньги. ASICS, с которым вот сейчас будет коллаборация. Хотя, скорее всего, когда вы это видео увидите, коллаборация уже будет идти вовсю. Но, тем не менее, мировой бренд. Будет ли он сотрудничать с мошеннической организацией, с пирамидой? Нет. То есть, по факту, с одной стороны, у нас, блин, откуда у компании, чтобы выплачивать столько денег. С другой стороны, у нас крупнейшие просто компании, которые сотрудничают с этим приложением. Просто крупнейшие. Они не будут мараться просто так. Теперь давайте разбираться более детально. У нас есть такое понятие, как токеномика проекта. Все кричат токеномика, токеномика, поймите, сжигают токены и так далее и тому подобное. Опять же, что они сжигают, если мы, в принципе, сами эти токены создаем? И они могут создаваться просто в неограниченном количестве. То есть, по всей сути, GST, он бесконечный. Это GMT у нас, эмиссия ограничена. То есть, GMT у нас ограничен. Но GST, те токены, которые у нас генерирует, так скажем, наша ходьба, они в смысле сжигаются. Вот я вам хочу немножко это объяснить. Послушала я пару трансляций в русском чате. Русские админы, русские ребята, которые сейчас сотрудничают с этим проектом. Что там разрабы говорят и так далее. Что такое сжигание токенов? Начинается самое интересное. Они все топят за то, что это приложение не для заработка. Они все топят за то, что это приложение игра. То есть, играй, двигайся, фитнес. Они топят за то, что должны вас замотивировать двигаться. По факту, давайте разбираться. Вы можете сминтить два кроссовка. Откуда сейчас у нас появляются кроссовки? От того, что кто-то их минтит и перепродает. Вы минтите два кроссовка, платите за это GST. Самая минимальная цена минта 200 GST. То есть, около 800 долларов. 800 тысяч и так далее. Чем больше минтов уже было у кроссовок, тем больше стоимость. Выпасть с этих минтов могут быть все угодно кроссовки. То есть, из самой днища, которая будет окупаться полгода. Так, здесь закрываю сделочку с хорошим плюсом. И сейчас найду какой-нибудь еще и продолжу свою мысль. Какие-то крутые, которые у вас окупятся буквально за месяц. То есть, по факту вы платите компании реальные деньги за то, чтобы у вас сминтились кроссовки, появились. Компания ничего с этого не теряет. Компания выдает эти кроссовки, они могут у вас окупаться фиг знает сколько времени. Еще с учетом того, что вы эти монеты вкладываете в прокачку, вы эти монеты вкладываете сюда, сюда. Реальная окупаемость этих кроссовок для компании, чтобы она начала уходить в минусы, чтобы она начала выплачивать, несколько месяцев. То есть, вы должны несколько месяцев бегать в этих кроссах, чтобы компания что-то начала терять. С каждой продажи кроссовок на маркете компания получает 6% с продажи. Каждое телодвижение, практически каждое телодвижение вы оплачиваете в GST. Сейчас они еще хотят ввести в оплату GMT. То есть, по факту вы платите за много что. И как раз таки по отжиганиям токенов они подразумевают то, что вы будете играть, что вы не будете выводить, что вы будете оставлять эти деньги в приложении. Плюс, даже если вы скрещаете кристаллики, вы платите за это 50 GST. И шанс того, что у вас из этих кристалликов что-то выйдет, всего лишь 35%. То есть, 60% людей, которые платят по 50 GST, это более 200 долларов. Они просто остаются в компании. Просто, блин, у меня были монеты, у вас и пропадают и кристаллики, у вас и пропадают и монеты, по факту. То есть, по сути, вся токеномика этого проекта построена на том, что вы будете вкладывать, вкладывать, вкладывать эти монеты. Мало кто выводит. Даже я смотрю на себя, насколько я азартный человек, но я сейчас себя держу в руках и окупаю сначала. Мне хочется купить еще укросы, мне хочется прокачать. Я для себя выбрала такую политику. Сначала окупить. То есть, с момента, как я куплю, я буду прокачивать, я буду вкладывать. Мне пофиг, что это будет дороже, как говорят разработчики. Но зато свои деньги я оттуда вытащу и в перспективе буду очень хорошо зарабатывать. Если так думать, то на самом деле у компании намного больше источников дохода, чем расхода. То есть, они получают от спонсоров, они получают от коллабораций, они получают признание крупных мировых брендов. Они получают с комиссии продаж. Они получают монеты, просто человек бегал там 5-10 дней, решил скрестить эти кристаллики, а по факту ни хрена не выпало. Люди платят GST за открытие розеток, вставляют туда еще кристаллики. Люди платят GST за открытие сундуков. То есть, по факту, очень много людей просто оставляют деньги в этом же проекте. На этом это все и строится. И если говорить о том, что сколько проживет этот проект, да никто вам не скажет. Но с учетом того, что сейчас в день впускают только тысячу человек, ну, тысячу кодов даются новым людям, и плюс там кто-то раздает своим знакомым. Там каждые 10 энергий. В общем, не вдавайте в подробности. Они максимально ограничили количество людей, которые могут зайти в проект, просто для того, чтобы справиться с этим потоком. Даже с учетом того, что сейчас приложуха находится на бета-тестировании, то есть, все мы с вами, кто сейчас в проекте, это подопытные крысы. Будет ли дальше такая доходность? Есть вероятность, что доходность будет больше, потому что вы получаете там конкретное количество монеток GST. У вас количество монеток от скачков курса не меняется. И если GST вырастет там до 7-8 долларов, как это говорят многие аналитики, то вместо там, например, 60 долларов сейчас я смогу зарабатывать там 120 долларов. Это все круто, это классно. Никто не знает, сколько этот проект проживет, как вот эта вот вся система будет работать. Они хотят выпускать свой мерч, наверняка все это будет платно. Они будут начать удораживать, как это, повышать цены на повышение уровня, на все-все-все. То есть, разрабы просто максимально делают так, чтобы люди двигались, чтобы люди играли. Даже если брать сейчас, то сейчас очень тяжело найти такие кроссовки, которые у вас там окупятся за 30 дней. Уже срок окупаемости растет, уже вот этот вот флор, как все говорят, пол рынка вырос, очень хорошо вырос. Сейчас это все намного дороже, сейчас это все намного сложнее. Поэтому моя ставка, что минимум год этот проект еще проработает. Те, кто заходят сейчас, вам, конечно, будет посложнее. Ни в коем случае это не призыв к каким-то действиям, не финансовые рекомендации. Я просто говорю свое субъективное мнение. То есть, если у вас последние деньги, которые хочется куда-то вложить, то это не тот проект. Если взять мой характер, то я бы там бежала, брала кредиты и покупала. Но если взять характер большинства людей, то такой ренд просто не подходит. Потому что ваш заработок напрямую зависит от курса монеты GST на данном этапе. Поэтому, если у вас нет свободных денег, лучше посмотреть какие-то другие проекты. Те люди, которые кричат о том, что это скамина, что это пирамида, что сейчас соберутся все ваши бабки и уйдут. Эти люди, у них просто нет денег, чтобы купить себе этот кроссовок. И поэтому они оправдывают это все тем, что, ой, я не буду в этот проект вкладываться, потому что это все фигня. Да не фигня, блин. Я уже более 50% своих инвестиций отбила. Как вы знаете, не так давно я зашла в этот проект. Через, там, через две недели я вам сниму видео, что, ух, я отбила инвестиции, начинаю прокачивать кроссовок. Я даже сейчас посмотрела, сколько сейчас стоит мой кроссовок. Я могу продать его примерно, там, за 2000 долларов. За две. С учетом того, что я купила, там, его за 1500, утрированно, отбила уже половину инвестиций, еще за две могу продать. Так, вот все мои сделки за сегодня. 209 баксов плюсик. Я считаю, что это достаточно хороший плюсик, там, за полчасика торговли и разговоров. На этом буду заканчивать видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока.